так всем привет значит я в эфире ставьте лайк пишите что меня видно и слышно напишите что я видно и слышать чтобы я знал что это так и наш сегодняшняя тема пейзаж фотографии это очень давно ждали просили вот я решил ее сделать непростая тема для меня я же не пейзажник но есть что сказать сегодня у нас с вами да напишите видно или слышно все ли хорошо да откуда вы ташкент урал классно лайкоса конечно ставим пейзаж фотографии я сделал презентацию 427 слайдов вот это вот столько всего разного есть вы сегодня увидите узнаете и так далее мы сегодня в историю заглянем искусство и современных посмотрим пейзажных интересных фотографических и поговорим пейзажи не как а чисто пейзажа как о красивых задниках и бэкграунд для других ваших съемок например кого людей снимаете вот поэтому будет очень круто все ставьте лайки понеслось поехала не будем откладывать дальний ящик у нас сегодня много всего до москва сыктывкар минск беларусь в отлично что там как люди собираются ничего даже не показать youtube сколько человек вот эта новость 00 человек смотрит видимо как-то только запускается трансляция ну что ж смотрите пейзаж фотографии мне да давно об этом говорили и восприняли его очень хорошо вот тема огонь как этого ждал все жанры александр перебрал кроме пейзажей ну вот неправда есть все другие жанры но пейзаж да на пришло его время скажем так пейзажи люблю послушать александра приду обязательно давно ждал эту тему вот у меня кстати в канале telegram ссылка на него вот внизу есть это открытый для всех доступный канал там я сделал пост как раз написал присылайте ваши фотографии вот видите там 712 комментов хорошо так прислали фотографии некоторые кстати выбрал покажу сегодня обсудим до под этой веткой здесь вопрос не только в комментарии здесь вопрос количество картинок но тема пейзажа интересно что трогает такой необычный пейзаж видите это земля с луны и кстати тоже пейзаж вот тема трогает поэтому прикольно поехали несёмся конечно нашлись всегда есть люди которые хотят хотят какой-то выгоды они говорят а будет ли в отрос монетизации пейзажной фотографии ну немножко я скажу об этом но я конечно как вы понимаете вот что что пейзажами к не зарабатывал но я просто скажу что я об этом знаю но мое мнение такое что если вы хотите денег то пейзажи это последнее наверное хотя есть тут один момент интересный мы его обсудим я короче сделал небольшой раздел про монетизацию вот и сам конце будет классно абсолютно подборка от нас лерой для вдохновения там будут фамилии авторы которых вы возможно не видели не знаете некоторых там вот очень интересные красивые фотографии подобранные прям в общем оставайтесь на линии не отсоединяйтесь смотрите все вот поехали сперва нужно ответить на вопрос что такое пейзаж с этим действительно есть сложность потому что пейзаж это такой жанр который ну вот наиболее гибок что считать пейзажем дачу такую то есть очень сложно здесь провести какие-то границы и гранич вот забавно там даже писали саша такой написал мне прикольные фотки интересные пейзажный он выложил обычно жанр не на понимать что снимаешь для чего жанр обычный но не одни могут другие нет да это и другое правда то есть пейзаж такой же обычный жанр как все другие у него тоже есть какие-то свои ориентиры но есть и куча очень разнообразных отклонений мы сегодня посмотрим то есть пейзаж может быть очень разнообразным не обязательно быть таким классическим кандом как все представляют вот это же да у кого-то он получается у кого-то нет это правда так везде вот с любым жанром понимаете ну давайте посмотрим на некоторые сорта пейзажи чтобы примерно очертить понять что все-таки относится к нашей сегодняшней теме да о чем мы можем говорить давайте посмотрим начнем мы с искусства как всегда то есть истории искусства потому что ну все что практически существует в пейзажной фотографии своими корнями лежит туда живописи то есть но если быть честным живопись уже это все практически попробовали есть какие-то исключения небольшие но их не так много большинстве же своем все что вы увидите в работах пейзажных поток я специально сегодня сделал такую подборку из искусства которые вы потом узнаете глядя на работы фотографов вот поэтому начинать здесь нужно с изучения искусства и живописи вот это несомненно для пейзажа это точно так да и везде хорошо изучить вот интересно что в средние века до пейзаж не был таким отдельным каким-то сформулированным жанром то есть он не был популярен как таковой вот именно пейзажи ради пейзажи там практически не писались там художники рисовали какие-то события сюжета действия и если там вот было какое-то окружение то есть они очень часто любили где-то сзади там ответь какой-то вот это вот ясли младенец и все дела волхвы поклонения все понятно на заднем плане видите какие там чувачки что-то там какие-то замки год и вот в таком смысле или там вот ребята идут до вокруг них лес некий некая природа такая или вот тут девушки разные с детьми там играют вокруг них тоже какая-то стена замка какие-то растут деревья то есть изначально в живописи вот такой вот раннее возрождение средневековья пейзаж отдельно к таковой как-то не пользовался почетом не особо рисовался рисовали все-таки какие-то картины на темы людей на темы религии об на пейзаж там он был сзади вот как на этой картинке очень хорошо видно вот эти мадонна с младенцем тут еще кто-то вокруг и сзади там есть вот этот вот пейзаж прям как горы и замок то есть он прорисован но он как-то все время играет такую вторую роль вот тоже видите вот рыцарь дракона побеждает дело прекрасный замок но можно говорить что здесь есть и пейзаж здесь какой-то ландшафт какие-то горы деревья то есть целом вот так вот это было однако рано или поздно кстати вы узнали кто мне скажет что это за пейзаж что это за пейзаж интересный вопрос а я подскажу вот это то что за джаконды но это так по приколу типа дорисовали воспроизвели что вот если бы джаконды не было какой бы как вы выглядел пейзаж принципе очень неплохой да вот видите тоже на портрете до задних джаконды правильно даже на портрете он существовал но вся да нет нормально успел ты молодец вся живопись была сфокусирована все-таки не на пейзаж вот иногда бывало прям вот ну очень такой баланс да то есть герой очень маленький пейзаж очень много принципе можно даже закрыть этого герои но все равно герой вот это существовал должно было быть какое-то объяснение картине да вот возьмем с другой стороны вот возьмем босха допустим его знаменитый сад наслаждения кстати интересно что некоторых вариациях цвет такой в некоторых такой это вот как отреставрировать как сфотографировать это одна и та же картина в центре но посмотрите насколько разные разные варианты и в интернете до репродукции с разными цветами вот так вот сад земных наслаждений тоже такой получается огромный пейзаж по сути дела но наполненный скорее людьми и всякими действиями вот слышал тут историю что ребята какой-то галереи кусок этой картины вывесили их за это штрафовали продавали там то есть работа была репродукция куска вот так вот конечно товарищи бренгеле там старшие и младшие левые и правые они рисовали жизнь крестьян в очень пейзажным тоже таком ключе вот здесь вот все таки существует и многоплановости так очень достаточно похоже на пейзажную школу да у них было много работ но все равно там какие-то людишки с их делами без них вот не случается и где-то как ни парадоксально сейчас скажу удивительную вещь но рассвет пейзажа как такового в искусстве это 19 век то есть до 19 века пейзаж был ну как бы не не в почете он не был таким самостоятельным основным жанром но вот тут конечно налетели у нас кстати огромную роль вот в рассвете пейзажа сыграла россия вот русские художники все наверно знают что это да это шишкин вот вот здесь пейзаж ради пейзажа то есть здесь кстати на что снимал интересный вопрос например фокусное расстояние высота и ракурс съемки да мне кажется очень хосебладные такие цвета натуральные детализация хорошая коры я думаю формат кадра кстати на хосеблад похожий вот но да это шишкин вот больше вот мишки в лесу утро в сосновом лесу точнее называется вот это дубовая роща да и здесь не только у нас но в россии прямо целая плеяда была целая плеяда вот а еще было ивазовский который ну давайте говорить начал рисовать морские пейзажи ведь в принципе это тоже пейзаж а вот волны какое-то состояние природы в море да здесь есть тоже людишки какая ситуация они мелкие незначительно именно саму стихию в первую очередь он рисовал то что вот назывался художник маринист да он изображал пейзажи морские и вот пейзажи и вот прямо была история то есть средине 19 века случился прям какой-то взрыв там вот у нас были такие товарищи как шишкин поленов соврасов левитана азовский рекомендую посмотреть на западе тоже были свои товарищи в америке были товарищи в европе были товарищи которые заинтересовались именно пейзажем ради пейзажа вот например томас колл это такой знаменитый на первом месте самый главный американский пейзажист которого у нас особо не знают но если интересно погуглите он тоже неплохо он даже очень хорошим интересен вот он там в америке ездил рисовал всякие красивые американские места вот конечно же тернер который один из первых стал добавлять такую импрессию в своей работы у него тоже вот есть и морские пейзажи какие-то не тоже опять это связано с нам событиями из какими-то подвязано все какому-то герою или событию но это очень пейзажно это круто вот пожар свою очередь мы здесь видим еще что-то интересно что кстати вот это то скажи что это такое это не тернер но это вот клод моне когда он известный очень импрессионист мы кстати в японии сейчас были как раз попали на его очень хорошую выставку и там очень хорошо видно было именно выстроенной хронологии как он развивался и вот когда моне поехал в англию он видимо там в англии очень впечатлился тернером который был чуть раньше и стал фигачить тоже его стиле во многое впитал да я я всегда говорю что импрессионисты вот от тернера и вот у клода моне мы как раз видели примеры этих работ у него есть целая серия нарисована именно в англии до в лондоне там мосты всякие и вот там парламент и этот парламент вы я выяснил этот удивительный факт но оказывается что этот парламент он нарисовал даже не четыре раза то есть смотрите эти картины отличаются только эффектами оптическими временем дня то есть разная разная оптика да то есть с одной точки абсолютно одинаковые по сути дела пейзаж который рисуется с разными ощущениями атмосферы времени там утро вечер туман солнце закат в рассвет и так далее так вот столько он нарисовал действительности это его серия она огромная то есть написал огромное количество вариаций вот этого tower не tower как он там этот ну где где парламент и big band вот и это очень забавно я не знал об этом но посмотрите как он отрабатывает и видно здесь конечно влияние тернера видимо его вот это все впечатлило и он себе во многом воспринял вот поэтому монет тоже был офигенным пейзажистом вот например у вас тога сена который свою очередь опять кто внимательно следит за моими стримами смотрел разбор да юзаю все фильтры да владеет шамиль это все фильтры в какой-нибудь программе обработки нейросетевой да такая под картина точно все все фильтры в инстаграме вот а вот так он нарисовал стога сена кстати кто смог кто внимательно смотрел разбора на карениной там есть сцена фильме которые прямо один в один том числе по цвету слизана с этого вот с этой ситуации там собственно левин на сенокосе вот и стало понятно чем они вдохновлялись прям вот он нарисовал кувшинки классные я и эти кувшинки вроде это не пейзаж на это пейзаж мы их видели на острове нашим а вот это мы там были там есть музей так очень интересных которым выставлены вот несколько его работ это не единственное большие в большом формате вот его работа именно с этими лилиями кувшинками вот так выглядит музей такая прямо современная архитектура вот японии и это тоже такой разноидность пейзажа как бы и вот говоря японии сразу приходит голодна интересная мысль если в европейской культуре пейзаж стал таким мощным прямо собственно самостоятельным жанром которыми свои великие имена и поклонники буквально как видите в девятнадцатом веке только на то есть до девятнадцатого века пейзаж это секонд-хэнд то вот в культуре азии это не так там пейзаж всегда был почетнейшим жанром там не знаю пять тысяч лет или сколько потому что вот это например и ну японская живопись это не пять тысяч лет японская живопись это примерно тысячи лет от силы а такая прямо культурная своими стилями но она свою очередь от китайской идет а там еще дольше было и вот интересное отношение вот именно опять же мы это все живую смотрели японских есть несколько жанров по сконцентрированных именно сугубо на пейзаж где-то больше деревьев где-то именно вот такой вот классический пейзаж вот где-то в чп он вот интересный факт оказывается что да ставьте лайки спасибо оказывается что если говорить о корнях пейзажа смотреть то здесь нужно копать взял в азию потому что там все это раньше было и у них есть очень разное понимание композиции немножко отличающиеся хотя вот самая такая средневековая наивная композиция была такая же она такая достаточно плоская изметрическая без перспективы и очень интересно иногда кусками просто она выдает то есть как бы у них такая манера рисовать кусками остальное вроде как заполняет туман интересно что здесь уже есть потрясающая игра масштабов то есть такой прием мы все не поговорим о приемах пейзажи прям который называется игра масштабов то есть какой-нибудь дерево на переднем плане а есть гигантские горы дали да есть люди на переднем плане вдали есть пагоды то есть это явно несравнимые по масштабу элементы да но они становятся одинаковыми в пространстве картины и вот этот прием называется игра масштабов это очень круто вот тоже посмотрите да это классическая японская школа немножко в другом стиле там них нет такой светотени как у европейцев да но есть передачи именно текстуры фактур очень хорошие и вот гуляя по японии начинаешь это понимать разглядывая их дома искусство там все как они относятся что очень важны текстуры фактуры и контур но не перепады света в общем у них есть и много жанров азиатских опять же связанных с природой когда они рисуют из животных и там очень часто хотя жанр посвящен птицам да но есть всегда элементы пейзажи опять же вот есть жанра посвященный кем-то мудрецам моментом просветления и там пишут какие-то еще тексты имеющий смысл да вот это китайская история это же здесь мы видим пейзажи вот опять же смотрите за в задолго до ивазовского был хокусай который также показывает людишках до бы на людишек среди огромной стихии мощные подавляющие до большая волна в канагаю сумер вот но на этом не ограничивается то есть просто я к чему говорю если вы хотите изучать пейзажи изучите не только европейский пейзаж да вот особенно русские русские художники здесь очень сильны они мощные и как бы на весь мир известный пейзажи но французские художники другие там английский американский но изучите и азиатские жанры традиционные потому что в них тоже очень интересно именно с точки зрения пейзажа ну то есть есть чего посмотреть и чему поучиться и в частности компоновка очень интересная на кадрах и композиция и передача перспективы необычные так далее вот мы сейчас поговорим а сальвадор дали при всем его сюрреализме очень основывался на пейзажах многие его картины это по сути дела пейзаж куда добавлены какие-то странные сказочные невероятные или там предметы и принципе сальвадор дали прекрасный пейзажист то есть если эти странные предметы убрать пейзажи все равно остаются очень интересными а вот иногда он даже играет то есть когда вот здесь сквозь пейзаж проступает лицо это одновременно как бы и женщина с мальчиком на переднем плане горы на заднем и одновременно это лицо женщин видеть если получается пейзаж и портрет где-то посередине между ними некий гибрид вот а мангог тоже рисовал хорошие хорошие пейзажи причем очень интересные в своем таком стиле до там звездная ночь и все такое вот рэрих конечно же которым да вот тут не написали в чате молодцы угадали рэрих кстати если быть честным в какой рэрих классен но немного вторичен потому что рэрих это азия смотрите внимательно он поехал туда он смотрел там китай монголия смотрел на эту живопись азиатскую и он собственно ее а вот вот это вот все вот он и сделай и и и почувствовалась призу по-своему с европейскими цветами с причем такими интересными необычными от импрессионистов даст объемом святотенью который не хватает азиатским художником но все же он очень основан на азии вот это вот надо понять меня вот даже в нем много из книжек вот лера принесла носить бессмысленно что на все упоминания фамилийские книжки вот например да рэрих замечательная книга называется поисков шамбалы такая где вот можно посмотреть тоже очень много тёрнера здесь вообще как восстановление да из чего рэрих состоит то есть что он взял азиатов что он взял импрессионистов еще где взял как это все получилось окей идем дальше это пока только воды к сожалению я мог бы бесконечно рассказывать о картинах и искусстве но нам надо двигаться к фотографии да но вот еще вы знаете этого человека замечательного и в принципе большинстве случаев он рисовал не пейзажи хотя у него то есть вот такие картины с большим большой дозы пейзажей да в основном он вот интересно картина с видом из окна у него да но полуночники в основном он рисовал все-таки город руманистическую среду но здесь мы с вами опять же задаем вопрос а что город не пейзаж ведь если вдуматься почему вот деревья это пейзаж а город не пейзаж нет город это тоже пейзаж просто это называется городской пейзаж или урбанистический пейзаж и вот чем интересны работы здесь тем что здесь как раз люди находятся на грани собственного жилья какого-то замкнутого пространства и открытого пространства города вот это вот удивительное у них не горят господи кожу крутишь лекто спасибо большое вот не ставьте обязательно лайки обязательно я буду очень благодарен если вы ссылку на этот стрим публикуйтесь а в соцсетях или чатах чтобы люди смотрели вот это будет вашим неблагодарность я буду вам за это благодарен вот и соответственно вот эта история границы до между людьми природу у него тоже проходит очень часто в картинах поэтому тоже там есть пейзажная составляющая интересно и тут нельзя не вспомнить крються на я долго кстати задавал себе вопрос я понял что крються на такой фото хоппер то есть опер он просто я вообще говорю американских вот и вот этом направлении не суть игры что опер он в принципе дает вот такую вот историю персонажа который и окружение который ходит за рамки кто у меня видел разбор и очень классно есть разбор крються на вы поймете что он делает то же самое то есть у него есть персонаж из кита рамки машина дом еще что то есть выход из этих рамок наружу абсолютно вот такая хопперовская тема только сделаны фотографии зачем я это показываю я просто хочу вам сказать что во всем это конечно есть корни ничего не происходит пустоте и в отрыве и заново большинство вещей жанров и автор которым видим являются неким продолжением смешением наследованием того что было до и вот чтобы очень часто как раз имея хорошую базу то есть хорошую насмотренность в области искусства в области картин живописи вы начинаете хорошо понимать и как устроена фотография я вам показываю сейчас специально какие-то примеры живописи разные чтобы потомка начну показывать фотографии вы поняли как они устроены откуда они такие почему а вот это соцреализм и в соцреализме была нужна же конечно вот мощь жизнь советского человека паровоза заводы там все такое но при этом пейзажи там тоже были были интересны был и городской пейзаж конечно такой тоже вот да у нас самолет у нас высокие дома мы строим москва и было и такой индустриальный пейзаж и даже вот когда рисовались какие-то сцены например вот какие-то моряки до подводные лодки военно-морской флот там все равно есть это пейзажная составляющая она тут тоже существует поэтому если ну как бы чисто в чистом виде советском союзе пейзаж не был тоже таким самым важным популярным жанром таким же как он был россии там 19 веке нет но он очень очень как это сказать он прорывался сквозь вот можно взять работы социализма разные он прорывался сквозь эти работы там на заднем плане существовал пейзаж но обязательно должен был быть сюжет какой-то такой правильный до советский сюжет вот так что так и конечно же если такой огромный пласт работ вот типа этих это вот за 10 тысяч рублей ты можешь купить вот такую картину нарисованную маслом такие вот я называю это разлюли малина это ну это классика это называется речной пейзаж да должна быть обязательно природы вода или озерный личный пейзаж и вот такие картины рисуют и продают вот они там стоят 10-15 тысяч рублей они обычно очень лубочные утрированные такие яркие цвета яркие краски немного более яркий чем надо это я уже конечно не очень люблю ну что поделать всегда всегда заканчивается этим дать рожирами то есть когда то были великие какие-то пейзажи интересная вам становится такая история ну рылов был до пейзажист действительно был рылов было еще пять или шесть фамилий я не спорю я просто ну не могу себе позволить все это сейчас раскрывать да если мы пойдем в эту ветку советского советском пейзаже было три волны двадцатые тридцатые годы вот как раз рылов он же был учеником собственно этого как его левитана продолжателем вот потом была следующая волна и последняя которая там уже 70 80 были они конечно тоже в рарт можно сказать посмотреть это было не настолько значимо как вот но кей да это интересно то есть пейзаж огромен вот изучайте его это я все к чему рассказал потому что изучаете живопись вы там увидите практически очень много вот в жанре именно пейзажа если в портрете фотографии очень много существует того чего нет живописи да не было в те времена то есть портретная фотография пошла дальше изобрела много своих вещей то пейзажная фотография очень сильно завязано хотя он тоже есть свои приколы типа там звездное небо то что невозможно было раньше сделать но технически теперь возможно там размытие какое-нибудь там но пейзажная фотография очень сильно длинных выдержках очень сильно завязано на живопись вот про такие картины вот что я хочу сказать это тонкий вопрос вопрос вкусов да то есть вот это вот где клёво где не клёво ну как бы для меня для нас лера это не клёво поэтому таких вот фотограф с такими работами не будет в подборке но они бывают вот даже вот например вот николай стул и прислал да такую такую вот работу вот такую это у нас телеграм-канале если посмотрите там сходить обязательно посмотрите он прислали много-много разных работ вот и очень интересно именно разнообразие потому что очень разное понимание пейзажа от каких-то практически деталек до каких-то черно-белой графики и да там цветных и импрессионизм чем что только не прислали все это посмотрите есть очень интересные работы вот но но суть заключается в том что вот такие работы на немножко лубочные вот где вот старательно дорисовали да побольше вот желтого там вот я их немножко не понимаю ну я не помню эти рассказ они для меня слишком такие конфет на лубочные как коробки для конфет вот поэтому таких работ сегодня не будет хотя их очень много вы сами если хотите найдете их на 500 пикселей в первую очередь очень много таких авторов вот где очень вот стараются знаете вот снимают природу а потом долго-долго и раскрашиваю и улучшают в обработке я это не понимаю немножко не моя история окей еще интересный вопрос еще интересно это был просто такой небольшой диск ламер еще интересный вопрос это масштаб пейзажа и дистанции пейзажа могут называться очень разномасштабные вещи как вот фотосессии всей галактики дохты такая утрированная со стороны и там планеты и одновременно совершенно одновременно хоть маленький муравьишка может это тоже на этом можно сказать макро пейзаж то есть это пейзаж в режиме макро или даже микро пейзаж вот это микро это какой-то кусок материала до микроскопом сняты практически это уже макро это уже микро год он все равно похож чем-то более того даже скажу многие фотографии каких-то вещей вот мы сегодня увидим вот это фотография микроскопа это похоже на некоторые геологические структуры вещи которые снимают например здорово вот забавно поэтому масштаб может быть какой угодно и теперь смотрите ваши работы тоже обязательно сходите посмотрите еще раз говорю в telegram из вот есть потому что вы прислали очень много всего классного все и показать не успею не смогу ну классно прям то есть есть работа интересный действительно вот саша тоже это прислал там какие-то еще какие-то вот но я несколько покажу работ просто чтобы показать разные да вот есть классический пейзаж ну вот этот максим в шаре прислал вот он но там не раскрашен настолько чтобы это было слишком поэтому норм это такой прям классический пейзаж пейзаж прям классика классика вот вот сергей межин это по моему в перми да это где каменный город есть не ошибаюсь или нет или что подобное ну такие бывают несколько местах эти истории это очень красиво я вживую такое видел вот именно с таким количеством снега очень классно было очень холодно и особо там не фотографируют и ему было красиво вот вот такая история смотрите а это вот лера сняла например это через окно маршрутки то есть получился такой импрессионизм но он без это просто без обработки то есть так получилось через замороженное окно или вот тоже через окно там памятник что-то там про просвечивать это тоже не нарисовано это снято через окно маршрутки вот это лера сняла вот саша прислал кучу интересных работ у нее такой интересный свой взгляд есть там получше похуже там много сумбуру очень но у него интересная работа у нее с ним прессионизм и вот такое что то очень кстати смотрите чувствуете азиатская компоновка такая да как раз в стиле японской живописи с таким подсветкой цветная вспышка он использовал вот у него такие пейзажи с ночными звездами то есть когда звездное небо становится вот такой звездный пейзаж да как это назвать как бывает морской вот интересно кирилл прислал вариант это нарисованная там рука в разных вариантах дорисованы по руке пейзажи мне понравилось необычно вот александра алексия это перевернутая картинка здесь нет особо фотошопа это вот из воды торчат такие штуки но и перевернули и получилось необычно отражается там небо все прочее такой распространенный эффект вот сергей троицкий прислал прямо вы уже поняли кого до рерих прислал рерих в общем вот на гараже у него получилось забавно андрей панченко это пейзаж с кораблем то есть так вот плывет человек на корабле и видит радугу и вот очень тоже кстати корабль такой огромный что сам становится элементом пейзажа вот поэтому это я к чему к тому что очень много интересных картинах если чтобы понять разнообразие пейзажа посмотрите что люди прислали вот а мы пока двинемся дальше до монетизация пейзажа такой вопрос кстати новые люди пришли ставьте лайки а ну что я могу сказать ну самый парад самый забавный парадокс заключается в том что самая дорогая фотография когда-либо проданная это пейзаж рейн 2 бурски и про него у меня есть целый стрим где все это разбираю то есть с одной стороны вроде как пейзажи могут стоить очень дорого хотя есть так говорить это не классический пейзаж современное искусство здесь используется про манипуляция по за этим есть определенная концепция гурски создавался ими определенными работами то есть они все так просто если пойдете снимите вот что-то такое я как-то снял такое у меня называется ладога 2 очень ровная вода и камыши в ладоге примерно на ладожском озере я просто пошутил выложил написал ладога 2 но к сожалению никто не купил за четыре миллиона евро эту мою фотографию а вот у гурски купили вот другое кстати очень известный пейзаж который находил 100 был продан за 1 и 7 десятых миллиона долларов на благотворительном аукционе правда это тобольский кремль исполненный исполненный дмитрий монтаж медведев моим однофамильцем да вот этим вот этот медведев смог я не смог продать пейзаж за миллион и он смог вот это известная картинка до для windows это я ездил когда в долине я работал некоторыми силиконовые там есть это место где вот это вот холмы и снят этот задник windows xp знаменитый и все там вот это все это все говорят вот вот это вот здесь сняли на этом поле вот отсюда все обязательно ездить смотреть уход есть так место да где снят этот пейзаж до windows вот есть такие всякие галереи типа yellow corner и туда можно принципе притулить свои пейзажи но там не особо на этом много ты зарабатываешь конечно есть действительно вот сказали про отель абсолютно справедливо пятизвездочные номера должны быть оформлены авторским произведением искусства поэтому много людей кормятся например какие-нибудь черно-белые фотографии там цветов лечет авторской отпечатки то есть должен быть обязательно авторские вещи то есть либо картины иллюстрации рисунки либо это отпечатки но которые считаются авторскими да такие аналоговые отпечатки вот прям штучный вот и и можно найти выход с какими-то отелями но последнее время там стали непонятно что вообще делать вот окей но каких таких способов гарантирует меня был один ученик который снимает очень хороший пейзаж он сделал сайт он продает там и в организации он продавал принты книжку не было и он на сайте продавал принты принципе не покупали у него классный очень хороший уровень пейзаж он ездил во всякие места такие минималистично очень клевые вещи снимал серии но правда заключается в том что я думаю что при всем при этом зарабатывал меньше среднего свадебного фотографа на то есть есть короче вывод такой если вам деньги то вам не в пейзаж лучше контент снимаете для для соцсетей там больше заработаете быстрее а если вам просто очень нравится снимать пейзажи вы снимаете очень классные пейзажи ли у вас есть какие-то арт идеи или еще что то то делайте это просто так и глядишь возможно вы станете известным более или менее кто-то там купит вашу работу или у вас удаст какой проект галереи сделать или выставку но тут нужно скорее всего содержимое то и содержание что в нем было какая-то составляющая концептуальны вот то есть шансы есть конечно но еще раз говорю если нужно просто заработать денег то это не прописать такое у меня мнение вот хорошо теперь следующий пункт на следующая глава прежде чем мы пройдем просмотру картинок многочисленных разных вот следующий глава это приемы а интересно что приемы меня спрашивают как относится к среднеформатор нормально хочешь снимай нас и кто-то снимает на пленку пейзажа на узкую настроение кто-то еще вопрос вопрос же не в этом то есть ну то есть можно снимать на крупные пластины с другой стороны я поехал в японию взял с собой правую камеру снял там интересный пейзаж если их вам покажу хрен бы я стаскался бы по японии с гармошкой с вот этими кассетами где все лишь по два кадра на кассету их заряжать нужно в специально темном мешке заранее и как я потом все возил бы туда-сюда то есть вопрос очень сложный здесь разрешение бешеная но кому ну если ты печатаешь там есть и печатаешь на стенке это потом как гурске да я видел работы гурского напечатанные там 8 метр 8 9 метров то окей но и вот моя камера допустим оси блат про него будет обзора на 100 мегапиксельная она честно говоря метров на 5-6 не напечатать вообще не проблем мне кажется а если разогнать нейросеткой так и больше можно вот пленка большого формата дает очень много мегапикселей ну пленка большого формата во первых смотря какая изо только на маленьком изо опять же черно-белая цветная уже там хуже опять же количество мегапикселей ну все равно там 200 можно из нее выжать но я вопрос такой сложный там уже зерно будет то есть она не дает концепт принципиально бесконечного количества мегапикселей это не так и вопрос еще в оптике сколько там оптика разрешает в общем это это скорее такая ну просто легенда но вот вам хочется вам интересном хочется какую-то чудесную супер камеру с гармошкой которая круче всего но правда в том что сейчас это уже очень неудобно мы когда были в японии мы как раз видели товарищи которые но опять же смотря на что сканировать но и где-то барабан хороший найдешь ну то есть да мы искать дорогие купи за 500 тысяч сканер там сканирует там целый день один негатив ну то есть конечно можно и кто потом это оценит и где-то сколько ты напечатаешь там 10 метровых отпечатков где в галереях они будут висеть с хорошим освещением а потом все будут смотреть твои фотки вот на телефончике или еще хуже как я сейчас показываю на через стрим в hd разрешение будете вы сейчас смотреть мои фотографии вот такие дела вот ладно хорошо тут глаз что ему нравилось да вот это правильный ответ самым раз то есть не нужно какие-то аргументы в смысле и цифры можно выжать качество очень хорошие из пленки есть больше здесь от рук от человек который делал вот это и другое достаточно окей ну давайте сперва приемы обговорим сканировать не нужно сканировать да не нужно нужно печатать оптически но тоже где вы напечатаете оптически с бешеным разрешением 8 метров интересный вопрос вот окей смотрите давайте поговорим о приемах то есть сейчас вы вы просто вы ударяете стих на дрочь не важно как на их вот есть показал картинки разве это была разница вот какие вот что то здесь снято там на цифровую камеру с какого разрешения что-то на телефон что-то на пленку что-то еще на ну и что и какая работ на телефон через стекло то есть вы думаете нет определяет успех вы не на то как всегда сбиваетесь не на то вы уходите в сторону техники думаете что вы купите вот эту гармошку себе и всех порвете своим пейзажем нет вот такие же унылые никому не интересные пейзажи только на снятый на гармошку более того если вы хотите действительно крутой пейзаж вам нужно до куда-то направиться скорее всего тащить все это на себе и так далее все это не так просто очень часто крутой пейзаж что просто пути доступно вот ладно давайте пойдем дальше смотрите приемы которых я поговорю первый прием сейчас я вам скажу да главное это образная мысль и понимание что снимаешь сейчас я вам расскажу приемы которые делают пейзаж интересно аду внимательно вот запишите это полезная вещь гораздо полет полезнее любого обсуждения любой техник вот сегодняшний стрим не про технику прокси 2 будет потом отдельный так сказать я уже больше года использую вот будет специальный стрим с как это сказать вот года опыта использования результаты все томатские приемы смотрите какие приемы формируют клевые пейзажи давайте загибать пальцы сейчас я потом покажу примеры всех приемов так или иначе игра масштабов я уже об этом сказал когда есть что-то близко маленькое далеко большое герой то есть наличие пейзаж не просто пейзаж наличие какого-то героя какого-то выделенного элемента есть какое-то вот дерево или какой-нибудь там птицы или ветка или кто-то или человек который вот явно выделен он оторван от этого пейзажа он все-таки не фокусируется внимание он выделен можно назвать герой перс горит и не обязательно человек это может быть например ну какие предметы или ветка или что-то вот тут красная эта ветка на такой герой но вот это вот выделение некого объекта который является акцентом особым особым смыслом важным вот он называется героем на дальше графика и контраст то есть использование такое или съемки или обработки освещения или времени экспозиции чтобы предметы становились плоскими графичными на теряли свой объем теляя служить становились словно рисунком графичности контраст это всегда очень хорошо заходит в пейзажи и это можно использовать как прием дальше компрессия и перспективы то есть передача перспективы и компрессия это когда мы снимаем на длинный объектив и все наоборот перспектива сплющивается и срастается как на тех самых азиатских картинках вот это требует длинного объектива как правило еще как вариант это может за счет кадрирования достаточно тесного даже не на длинном объективе но какое-то такое ограничение на не брать слишком широкое поле в к вот ой и наоборот противоположности этому хорошим прием является очень широкий угол то есть когда наоборот очень широкий угол тоже сегодня покажу пример динамично не обычно как не видит человеческий глаз так человеческий глаз не видит слишком длинный объектив и слишком широкий тоже не видит это дает интересно что ты недоступны необычный ракурс то есть съемка с таких ракурсов так как мы жизни обычно не смотрим не видим не задумывались кстати смешно можно смеяться но тобольский кремль снятся с вертолета тут есть прием да окей атмосферные световые эффекты конечно ему уже видели это очень хорошо работает очень часто для этого нужно время то есть большинство пейзажников это люди кстати которые ставят будильник на 3 30 утра вот потому что надо идти рано утром или наоборот ловить что-то вечером когда интересный свет какой-то скользящий желтый закатный там интересные эффекты туман все такое не погода тоже для них каким тучи гроза там идет фронт это класс то есть пейзажники это люди завязаны очень на погоду на свет и вот такой нормальный ясный день это не лучше вообще для пейзажа время вот дальше смотрите очень интересные до пизаж как рыбалка очень интересные варианты длинная выдержка или не резкость то есть когда на но тут я на такой скан на длинные выдержки вода размывается облака деревья они становятся другими то есть супер длинная выдержка там 30 минут и больше да и возможно используем других видов не резкость все это опять же дает новый experience который наши глаза не видят то есть такие эффекты дают вот как толпа размывается на длинные выдержки вот получается как бы необычно мы не видим так эту толпу вот необычные цвета налево и направо срабатывают иногда может быть баланс белого ли какое-то освещение или вот как здесь там красная вспышка через красный фильтр и фонарь иногда ну можно раскрашивать но только вот это вот классно необычные цвета хотя это без раскраски какой-то на iphone снята здесь приятные вечерние как раз время до солнца закатная дает такой вот желтый прицвет на вот этот теплый желтый красный и он собственно дает необычные ощущения от снега вот очень плохо когда вот так вот разгоняют то есть когда этот цвет пошли реально здесь не такой цвет был солнца это сделано вы знаете как но это нарисована и вот это вот раскрашивание фотошопе это немножко мне не нравится но из природе удалось поймать необычные цвета это прикольно ну каждый здесь своя религия хотите красить красть и главное чтобы это не было слишком вот нарочито так неудачно вот и да и вот собственно говоря вот это основной список приемов потом переслушайте сейчас мы посмотрим картинки и там все это все и увидим с вами но вот эти приемы они делают ваши пейзажи интереснее то есть это такое как бы ну универсальный набор советов как сделать ваш пейзаж более художественным более значим более таким интересным окей теперь мои отношения с пейзажем ну с одной стороны вроде я как бы не пейзажник хотя ставьте лайки нас уже 400 человек собралось вроде я как бы не пейзажник но если честно у меня очень даже с пейзажем есть отношения хорошие сейчас расскажу и покажу а вот просто на примере того есть две вещи благодаря которым постоянно вынужден принципе работать пейзажами 1 я путешествую и люблю снимать путешествия всякие вещи мне вдохновляющие а это очевидно всякие пейзажи интересные городские природные и второе это то что я очень часто снимаю людей в окружении в большом то есть я не люблю снимать тесного портрета в такие скучные я снимаю человека вокруг много все соответственно вот если это хочется чтобы это вокруг все было красиво надо с ним поработать как с пейзажем осталокацию подобрать и так далее поэтому принципе отношения с пейзажем у меня есть для меня вообще портрет человека это такой симбиоз между пейзажем именно вот снимает портреты в пейзаже да вот так и есть да у меня даст правильно вот у меня достаточное количество работ где пейзаж используется как контекст или как окружение об этом я говорю поэтому я и могу пейзаж долго очень хорошо рассказывать может принципе с ним работаю просто редко когда я работаю с ним без людей хотя сегодня такие картинки вы увидите вот смотрите значит это про текстура немножко просто а мне ну вот мы постоянно стараемся стараемся с лерой ездить вдохновляться и мы сейчас вот съездили в японию на ради вдохновения нас интересовали две противоположные казалось бы вещи современная архитектура и традиционная японская красота и вот современная это понятно современ искусство времена архитектура в первую очередь мы ездили смотрели а традиционная и архитектура и живопись и собственно вот что ну что наиболее традиционной в Японии, это, наверное, парки. Потому что искусство парков, есть две страны, которые имеют в парке, это Англия и Япония. И если в Англии свой стиль, то в Японии парки все очень такие управляемые, прямо интересные, и у них существует композиция своя. И вот эти вот... Да нет, зачем бонцей покупать? На него надо смотреть. И вот эта вот история с японской композицией, с их живописью, она как никогда видна в японских парках. Потому что японские парки, они не такие, как наши. Там немного другое... Да, совмещать стиль, это здорово. То есть, моя-то мысль в том и есть. Я вам сегодня рассказываю про пейзаж, но не ради того, чтобы вы снимали пейзажи, а для того, чтобы вы, например, брали, делали портреты, но с элементом пейзажа, с красивым задником. И так ваши портреты станут лучше. Например. Просто как пример. То есть, не обязательно пейзаж ради пейзажа. Вот. Ну и вот классическая вот эта вот вся японская история, да, с акурами, с такими красивыми ветками, которые как-то вот все идут. Я ее смотрю сквозь призму, конечно, живописи, картин искусства и пытаюсь увидеть это там в жизни и поймать какие-то вот такие элементы, да, которые были бы срезонировали с тем, что я вижу в искусстве. Вот. То есть, для меня это такая некая охота. Я знаю, как выглядит азиатское искусство. Я еду туда, я хочу увидеть его вживую. То есть, чем вдохновлялись вот эти люди, которые рисовали эту ветку сакуры, вот рисовали эти картины, как они смотрели, как они видели. Я хочу попасть в резонанс, научиться так же, как они, смотреть на то, что есть. Вот, да. И очень это такая работа, очень интересная. То есть, ты, ну, как бы тренируешь определенный резонанс в себе, да, чтобы почувствовать вот это вот. Здесь, кстати, такая игра масштабов, да, ветка небоскреб. Вот. Чтобы почувствовать вот это все вживую. Потому что можно пойти в музей, вот можно посмотреть вживую, да, смотрите, на одежду, как у них была, посуда. Вот эти вот, собственно, это живопись как раз. Вот опять обратите внимание, девушки сидят и есть элемент пейзажа, да, цветущее вот дерево рядом с ними. Вот. Там какие-то более древние вещи, там, как они вот красивые в их понимании предметы быта, типа, гребни, там, гребни, какие-то коробочки, еще что-то. Вот. Тоже, опять, смотрите, видите, элемент пейзажа, птица. То есть, тут есть и дом, очень, кстати, похожий и на Хоппера, и на Крюцина. В плане, что есть дом, есть персонажи, есть выход за пределы в сад. В Японии вообще очень интересная история. Мы, вот, делали свою квартиру, у нас несколько, то есть, у нас получается как дом внутри дома. Мы. Кабинет — это как дом внутри дома. У них есть целая градация. То есть, у них есть территория сада, внутренняя сада, потом внешние помещения дома, внутренние. То есть, у них много градаций, приближения, вот, к сердцевине. И вот эта вот многогранность, вот эта многоградация — это как раз то, что очень у Крюцина видно. Вот. и потом когда вот я этим всем вдохновляюсь на это смотрю да я начинаю это как-то применять к своему то есть пробовать играть с этими темы фотографии а то есть вот это вот много там вот улица ну промежуточное помещение вот эта вот история с кимоно и узорами на нем это не напрямую то есть то что я снимаю она не напрямую как бы прям вот лопус производит да но она во многом вдохновлено и вот это пропускаешь через себя историю начинаешь чувствовать что если климт вы тоже очень климтовская история климту чем вдохновлялся а клим был орин то лист он посмотрелся на японию на китай вдохновился этим и стал это использовать вот как бы то вот лучше понимал то есть касаясь вот этих всех материй в так ты лучше понимаешь как устроена искусство и понимаешь как делать тебе твоего из чего его собирать вот поэтому в принципе может быть в моих окончательных работах нет такой вот прям пейзажной составляющей каковой да но по дороге по пути она там существует вот эти интересный вопрос да это вид города это только сверху вот потом посмотрим там хасельблат ну тут разрешение ограничено презентации но реально там можно каких-то людей в окнах разглядывать честно говоря и это сделано с рук в такой обстановке в которой но никогда бы не получилось снять на камеру с гармошкой по определенным техническим причинам вот нравится нежно да вот это вот эта эстетика вот этого тоже как как девушки себя носит японские в кимоно это очень интересный вопрос вот ну клим много чем вдохновлялся но насчет византии он византии вдохновлялся но он и азии очень вдохновлялся у него была очень большая он ходил во первых в одеждах который он посмотрел в азии он путешествовал туда и у него была очень большая коллекция вас азиатских ширм я просто это все знаю я видел очень интересную услугу посвященную как раз этому как климт вырос из азии это мое мнение что в первую очередь его источники азиатские ну все смешивал византии тоже окей но больше азиатский источник окей вот и соответственно вот такая история и интересно город тоже пейзаж или нет в таком масштабе точный пейзаж потом есть какие-то элементы и нравится вот эти элементы например архитектурные фактически это какие-то фактуры так турки текстурки вот они тоже складываются то есть на них смотришь и они постепенно складываются в здание уже в общее такое ощущение вот это знаменитая мы посетили знаменитую церковь цвета это очень интересно было туда попасть смотреть это личный экспириенс такой вот и это тоже становится неким пейзажем то есть вот даже городской бетон может быть до городские здания урбаном тоже может быть пейзажем и местом для человека человек туда можно как-то писать посадить это интересно просто как разместить там да где он может быть там что он происходит вот еще одно интересное место это такая вода водонапорная станция музей тиры она очень как бы специфической там сливают вот так воду по стенкам раз определенное время очень красиво тоже вот как сказать это пейзаж или архитектура да вот этот кадр конкретно ну вот что-то такое возникает это же здесь есть место человеку дальше то есть спера смотришь просто вот эту красивый этот ландскейп или архитектурный скейпом ты думаешь как можно здесь человека куда поместить чтобы он что-то что-то дал да вот да я вот сейчас покажу прикольную вещь лера прислала хорошо это клинт как раз иван традиционные японские девушки они очень любят музеям ходить традиционной одежде по выходным такой культуре в ней вот они там как раз очень прикольно что картина клим то эти девушки так сочетаются между собой прям становится понятно что откуда растет вот окей объективы снятым тут два объектива 28 и 55 ну что пересчитывается на 22 и 43 на полный кадр на два объектива тут снято все где-то широкий объектив где-то умеренный 43 где-то широкий 22 вот поэтому все это является некой гармонии который можно смотреть и вдохновляться на игра света углы различные геометрии какие-то текстуры и фактуры там вот камни самхом деревья такие деревья там вечерние тоже традиционные дома очень интересные еще эпохи и далее как это все выглядит сколько людей нет ночью это очень интересно то есть пустые улицы какие-то и просто вот отдельные даже куски старых зданий какие-то вот дерево со временем она темнеет становится таким вот я просто мы ездим это все смотрим впитываем напитываемся этим да вот как на уровне материалов так и на уровне пейзажи да вот как построен допустим японский замок должен выглядеть такой идеализированный японский замок немножко своя своя эстетика вот да то так что клим вдохновлялся не византии мое мнение тоже что азии больше я там вижу больше свидетельств вот окей тоже какие-то материалы там дерево что-то на к квартиру делали очень большое внимание уделяли именно материалом это такая абсолютно азиатская история очень важная которой у нас как-то упущено нас больше о внешности да там вот важно как это все на ощупь когда потрогать смотреть и дальше вот в эти вот внутренний садик до обязательно есть волосы девушки не японские девушка вообще не японская или вы о чем волосы не японские конечно это же самый кикман он не но не традиционно она же просто накинута как раз как скорее у климты и социалистов это уже такое что-то типа из модерна потому что традиционно кимоно нужно тесно затянуть в обе пояса там по-другому силуэту другому наносит вот окей и человеку вписывается во все это то есть как природу вот эту из оды так в архитектуру и ты просто ходишь смотришь начинаешь понимаем да то есть про то просмот FRED тежке пейзажи это место так в моем понимании то охота это как локации для фильма где вы в будущем здесь можно снять классный кадр вот здесь можно снять классный камер вот здесь это классный задник можно снять классный кадр да вот потрясающе просто да это кстати один из лучших парков японии вообще один из трех на самых лучших парков японии а значит в мире и сколько им 300 лет или 400 вот такой порядок приводили может даже они не 300 больше там же первые 1000 с 1300 каков этот моно это первый дзен буддийский монастырь там с 1000 какого-то года ну в общем очень-очень-очень так нет это да это как раз это в киото на это другое но вот это вот конкретно вот этому вот тут люди сделали монастырь дзен буддийский 1 1300 каком-то году 1400 и вот с тех пор он этот парк существует за ним следят это очень круто вот тоже классическая абсолютно японская композиция которая как сакура и вот она как подан до по краю кадра то есть не так как европейцы бы снял это интересно я выложил эти фотографии некоторые а что за курсы у меня внизу ссылка потом сделаю посмотришь курс начнется в 15 мая чуть позже расскажу вот и очень интересно я выложил эти работы и там нет любишь дает какая-то фигня ну это другая композиция это японская композиция на другая но это именно вот в рамках если посмотрите традиционную живопись вы поймете что это так как видят японцев я такая попытка нас проникнуться увидеть это глазами именно другой эстетики другой культуры вот ну вот посмотрите просто насладитесь это интересно просто покажу вам места это кусок огромной картины картина была очень большая состояла из дракон там она древняя тоже достаточно состоял из кусков и их раскладывали потому что если что и можно было сложить переносить до осталось куча квадратиков это конкретно лицо дракона не все квадратики сохранились но вот его морда сохранилась до минималистичность вот тоже фактурки какие-то цвета как они между собой бьются интересно что современная архитектура тоже интересно вписывается в эту историю вот это традиционное кимоно от когда говорили да вот это вот более традиционная подача это традиционная одежда вот так японская девушка но у нее сильно сильно зажатое движение было в таком случае вот но если интересно кого это как нить один найдите кто вам оденет кимоно как надо полностью там все эти слои там так далее вот да это некая охота за эстетикой да и в эту эстетику можно вписывать человек можно не вписывать но вот это отношение модели и пейзажи до комментарии были очень странные то есть люди просто привыкли к чему-то и они им очень тяжело сделать шаг в сторону они привыкли к такой вот как композиция по европейски и когда ты показываешь им вот нарочи то ну то есть специально такая игра в азиатскую композицию компоновку картинку да люди начинают напрягаться и что вы это это так нельзя снимать вот интересная цветокоррекция очень интересная да это просто натуральный цвет это именно так и выглядит здесь нет цветокоррекция это максимально натуральные цвета действительно в той погоде в том месте просто 11 как в жизни вот чем съемка светла тьму хорошо может передать что что-то вижу глазами здесь нет цветокоррекции это она так выглядит действительно максимально похоже к тому что видит глаза окей теперь смотрите чему все это показал потому что для меня очень важен пейзаж как элемент некого задника или окружения для человека и в своей работе обычно использую его именно так да вот вот например смотрите вот эта история да то есть девушка интегрирована в сетку и в колючку вот так это воспринимаю то есть это некая некая или там вот парень идет по льду да и как все вокруг него раскладывать корабль свет еще что-то вот или вот такая история до в лифте там сквозь решетку то есть всегда работая портретной снимая людей портрет на я успехи просто такие вы снимали общепитие но я в разных местах снимал хорошим красивым щепите я могу снять красиво вот да но смысл комментарии не понимаю вот насчет абстракция мы сейчас поговорим мы пойдем до абстракции это будет вот и большинстве моих портретов есть не только человек но есть окружение вокруг него именно окружающих пейзаж и они должны между собой взаимодействовать у меня есть даже интересные очень ролик на эту тему отношения модели фонов смотрите его потом на досуге потому что модель и фонда человека окружения должны вместе складываться некую историю и для этого нужно понимать и чувствовать это окружение именно на уровне пейзажа на фон как изюминка фон как он еще рассказывает историю очень сильно контекст и как подать еще человек то есть и ракурсы и так далее это очень важно но в общем для меня фон это рабочий инструмент наверное практически основной в портретной работе поэтому с этой точки зрения пейзажа люблю и понимаю именно как он и даже вот наборки так весел может быть так и так далее вот человек и природа тоже то есть да то есть ты можешь просто вот это как раз пример да ты можешь нет портрет портрет и там будет какой-то задник ты можешь писать человека в пейзаж как левый кадр и вокруг него что-то еще происходит то есть это само по себе некий пейзаж и человек у тебя там вот это вот для меня идеальный вариант когда он так работает вот вот это тоже смотрите да то здесь игра есть как бы есть небо но добавлены то есть элементы природы элементы пейзажа можно добавлять к съемкам людей тоже вот вода как красиво показать воду как она бывает там растение как их показать камни какие-нибудь такой темный камень ночью он тоже здесь герой и он работает или вообще в целом ощущение от места от какой-то локации добавить свою съемку вот иногда просто даже вот пейзаж не резкий вроде здесь не резкий задник но он создает историю окружения и волшебство вокруг человека вот поэтому я зато короче говоря что пейзаж наставляет очень круто даже если вы портретный фотограф у себя в работах я очень часто использую интересные места интересные пейзажи добавляю какие-то картинки которые просто вот смотрите тут прям шишкин справа то есть вы чувствуете да откуда это идет вот и это так собрано да может быть вместе в работу вообще глобальный где прямо вот строится такое некое единение человека с природой и когда я попадаю в такие места ну крутые действительно места с точки зрения природы я стараюсь там что-то такое снять вот да можно конечно и в столовке получить офигенный вход вопрос все зависит от того давайте неважно где неважно какие фотоаппарат неважно где вы находится неважно даже важно самое главное the most important think of photography из хую а самое важное что график топ и есть кто вот тот кто все это вместе собирает складывает и у него есть где там норвегии есть этот пляж там вода плюс 2 градуса от силы но там на солнце достаточно тепло да и вот эта модель и это позы все это вместе собрать увидите снять до придумать такой кадр а не просто щелкнуть как ну смотрю так урок расчета черта пошел дальше вот вот такая история это вообще в 00 сняты кстати белая ну ну там же белая ночь то есть там смысле вообще полярная ночь с полярный день когда светло ночью 00 солнце не уходит за горизонт он она там на горы вот вот ну или в джунглях каких-то тоже и вот этот вот этот вопрос все эти сейчас мы посмотрим пейзажиста для вдохновения но главная моя мы была мысль такая что пейзаж это интересный жанр не только для тех кто снимает пейзаж не только для пейзаж да сами по себе пейзажи не очень востребованы коммерчески не очень любопытный людям люди больше предпочитают смотреть фотографии с людьми еще с чем-то еще с чем-то но если у вас пейзаж это классный задник это классное окружение неважно снимаете предмет или человека или еще что-то потому что события репортаж что если умеете при этом работать вот окружающим пространством будь то городской пейзаж и даже интерьер интерьер это тоже разновидность да некая пейзажа в интерьере можно очень по-разному модели людей там предметы или это тем более на улице это становится потрясающим средством который многие фотографы не пользуются поэтому вот посмотрите на пейзажи в искусстве попробуйте их фотографировать то светим показал свою кухню что я регулярно как ни странно снимаю просто пейзажи какие-то вещи для того чтобы это ощущение пейзажи умение работать с фоном но вам не было чтобы это чувство понимал и потом когда я уже снимаю портреты там том что коммерцию да я это использую я это использую для каких-то решений которые вроде бы это и портрет это коммерческий портрет да там снятый на заказ но использование локации место вписывания человека в эту локацию все это идет вот оттуда от умения работать с пейзажем вот такая мысля ну что ж теперь для вдохновения значит мыслировым подобрали подборку и сейчас я вам покажу подборка очень классная значит да по поводу этой презентации много очень примеров конечно она классная и если вы захотите вот он на курс пойдет вот и получит личный кабинет курс начнется вот это я чуть позже про курс скажу это будет моим бонусом да тем кто пошел на курс окей значит смотрите для вдохновения здесь немножко разные немного разный такой подход иногда мы берем более таких классические примеры да здесь будет классический фотограф мало хотя не будут есть будет много таких как бы и современных каких-то людей которые менее известно там не сдавались у них там огромные книги вот тем даже это и хорошо давайте посмотрим на разнообразный пейзаж с разных сторон вот смотрите например начну я конечно с классики танцы ладамс ну тут никуда ходить не надо это прямо дедушка пейзажные фотографии он это мега классический пейзажист если говорить там о классике пейзажа в живописи вот вам шишкин вот вам левитан если говорить о классике пейзажа фотографии ансель адамс однозначно человека просто невероятный то есть он собственно говоря технически был очень молодец он разработал теорию от зоны системы адамса он умел делать идеальную экспозицию потому что пейзажи это достаточно сложные сюжеты бывает большие перепады света и тени разные условия абсолютно и вот нужно было он как раз ездил с этой камерой с этим большими негативами которые не заложать нужно да у тебя нет там десяти попыток это не знаешь как заранее получится и проявлять возможно ты это будешь вообще когда уже вернешься из каком-нибудь ущелье вот и соответственно человек очень круто экспонировал все получал именно тут анализ который надо мы здесь увидим много и рейриха и классический европейский пейзаж конечно же вот ну он гениально природа америке очень классная северная америку основном да там есть много потрясающих вещей и он объездил все эти вот и оси мити там так далее то есть горы всякие интересные пустыни в америке которые вот да может и медведь съесть 1 терабайт попыток у меня дав если владе 1 терабайт попыток но еще у меня есть разъем твою карточка еще на терабайт на всякий случай до искал про зонную теорию адамсон интересно сейчас конечно современном мире со своими камерами уже не нужны такие ощущения ты можешь проконтролировать экспозицию и по экрану и по гистограмме сделать тестовые снимки но тогда чувак мог прям круто живут да вот он не свалился там у меня получились не темные горы на пускай небо светловато горы зато вот хорошо проработались многие начинающие сейчас бы горы провалили или вот это вот история он потрясающий его конечно хорошо нужно найти день большой альбом в него есть и работы где есть герой вот хоть интересный пример да вот это здесь герой гора здесь мы в целом нет героя по хотя тут есть кашелки на переднем плане игра масштабов там гора на задних вот здесь вот нету героя да а вот есть у нее снимки где есть герой вот такое дерево на это дерево становится героем кстати справа если вам интересно это опять же не photoshop это отражение дерева в воде взять еще очень длинную выдержку то волны ряд воды она стирается и получается такой прям идеализированная история вот ну в общем он молодец он бывает и лес снимал глядя на эту картинку я сразу вспоминаю вспоминаю вот это джунгли это кстати жутко в джунглях снимает слушайте там интересно ну там короче если ты больше трех минут на месте простоишь тебя просто насекомые сидят это отдельная история как это сделает очень быстро делать и убегать все живое там столько всего вот смотрите и подводные есть картинки и какие интересные здесь вот тоже необычный ракурс слева такой сверху не сделал вот есть вот немножко и кусочка меня вот тут все цветет это инфракрасные это возможно инфракрасная пленка инфракрасный фильтр какие получаются белые белые светящиеся листья очень вот и ледники всякие у него есть ну в общем он просто он невероятный его рекомендую посмотреть это действительно классической гармоничный пейзаж с очень хорошей экспозиции с очень хорошим пониманием это вот отправная точка для понимания пейзажа фотографии смотрите теперь будет поинтереснее вот есть такой эдвард буртинский что снимает человек это всякая геология есть места вот например мы видели такие места в исландии где очень необычная геология какими цветные гейзеры там вот вода какая-нибудь такая синемутная вот какие-то розовые штуки пар идет это все сейчас тобой от воняет там не везде можно пройти ну в общем это очень красиво какого зовут юлия не знаю у меня предыдущий сказал ансель адамс а это эдвард я думаю я правильно признашу буртинский это же славянская такая или типа того фамилия но вот она как она приносит на его там не знаю вот окей и вот здесь вот просто крутейшая работа именно с цветом интересно что многое снято сверху прямо с высоты да и именно так это играет и вспомните как раз те фотографии с микроскопа которых я говорил который очень похожи но это именно геология геологические всякие эффекты места нам его ну в общем очень здорово это конечно требует путешествий ну здесь цвета как раз они могут быть естественно такие то есть я не знаю например вот это он там разгоняется но это какая-то же пленка эта пленка дает эту радугу но пленка как масляная или нефтяная есть увидел такие бывают эффекты вот вот такое я видел розовая прямо в исландии там одном месте видел вот такую воду я видел тоже такого цвета то есть при принципе не сильно врут тут не сильно разогнано да у сальгата да есть прекрасные да вот это бенз бензин или что-то разлито ну вот он такие вещи снимает то есть может нефть это где-нибудь разлилась я думаю еще что вот я в принципе здесь чего хочу сказать то есть но я думаю что это даже там посмотреть как он там снимает технологически но для меня это не разогнано по крайней мере если тут есть разгон и обработка они в рамках доступно через грима личный опыт оказывает что очень интересные бывают вещи разноцветной жизни вот помню мы морока вот только не видели цветного прямо нарочно не придумаешь окей ну вот смотрите в такие штуки по поводу сальгата да сальгата я просто не стал включать подборку потому что он очень известный при нем много раз уже говорили у меня где-то там было вот но если кто не знает себастьян сальгата посмотрите у него есть очень глобальные тоже пейзажные работы в интересно труднодоступных местах моя все-таки задача сегодня показать вам что-то чуть поэтому свежее вот окей ну вот смотрите такие штуки там люди щеки маленькие внизу вот вот это тоже я думаю это правдоподобный цвет это когда отлив случается и там высыхает то есть тут было озеро или море кораллы или что-то там будет отлив случается вам ну то есть могут быть такие истории вполне вполне могут быть ну давайте насладимся просто лучше тоже есть здесь такая классика пейзажи прям хороший свет здесь неровный свет пятнами подобран здесь вечером такой закан то есть это дает объемность это где-то галерейка такая это штука там зеркала на не на это еще не доделали кстати строит башню расставляют вокруг зеркала и зеркала нагревают воду в этой башне хочу не доделанные прикольным поймал тоже с воздуха в общем вот такие здесь пейзажи которые фактически становятся текстурами в каком-то смысле ими ну очень круто самолета когда летаешь видишь бывает такие вещи чем вопрос времени года конечно теперь на другой подход пейзажу да надо разнообразно интересно сейчас вообще упадете значит это джейн девушка такая джен фултон короче что она снимает это пожары то есть это пейзажи там где пожары где горит вот посмотрите серия с пожарами офигенные импрессионизм то есть тут дым от пожара огонь присутствуют это очень красиво тоже кстати японская композиция проглядывает насладить просто подход какой да то есть кому вот это как раз вопрос об общепите да и где и что можно сделать у кого-то трава горит фигня типовой трава горит воняет а кто-то выйдет и снимет шедевры да бесстрашная девушка но я думаю она понимала что и где она была то есть я вот видал там петербург тоже будет пожара там вот там бывает достаточно безопасно вот там да прямо так огонь из горит но ты понимаешь что это безопасно но бывают вот как то так вот вот там остатки какие-то горит леет но он не распространяется вот надеюсь она себя берегла и понимал что она делала вот эти тоже красивые такие ветки очень азиатские здесь дым создает расслоение перспективу до разбирает как бы получается такая графика но при этом вот по расстоянию окей смотрите дым это уже упало дерево пожар или от чего-то исполнилось красиво получается прям как панель такая японская если представляю здесь главный герой до одно дерево единственное дыму вот слева красиво прям с огнем это так это же фотография вот но вот собранная с огнем как тут сложно сказать что это такое ну это как бы вроде под водой не знаю технически тут мульти экспозиции ну то есть ну где-то вода это вроде как бы под водой вроде и огонь остатки я думаю что он непонятно наслоен скорее всего это было очень интересно а тут уже такой остаток да вот дым так немножко мне вот тоже под водой вот эта история что типа вода это как бы изображение воды наслоена с дверьками на ображение горячего лес мульти экспонируем такие блики тут вообще много бликов тоже может наслоили вот это вообще круто с бабочкой такой сверху все горит верху жестко опасно окей рейчел талибард значит что это такое это да никогда поджигатель него так это айвазовский но современные значит вот есть места где волны бьют и все взлетает там на маяках на каких-то на скалах и вот что делает на ловит моменты когда вода ударяет и делает какие-то типа но это очень красиво есть прикольно в том что есть некая сиюминутность в этом причем здесь черные черно-белая даже усиливает вот эту историю мне кажется прикольно делать более выразительно свете может это бы не так играла есть некая сиюминутность а вот длинная выдержка вода на длинные выдержки вот это сиюминутность она потрясающих на что пейзаж возникает только на какую-то долю секунды на потом он исчезает вот а тут тоже на длинные выдержки как вода накатывается на улитку и прибой прилив отлив и уходит смотрите очень красиво мне нравится тут нужен длинный объектив хорошие точки съемки и конечно ловить момент но вот на пленочную камеру тяжело такое это уже цифровая тоже длинная выдержка пассионизм я прямо всех напомнила его ивазовского их укусая и вообще в мане и всех вместе взят очень красиво нужно конечно места где вот такие прямо волны бури такие но это не так сложно как кажется в россии нет хороших пейзажитов я не знаю я показываю есть конечно россии пейзажисты неплохие мы показываем то что нам показалось необычным прикольно большинство российских пейзажистов к сожалению очень такие классики давай так говорить и очень большая часть их любит делать вот эту разлюли малину 500 пикселей вот раскраски все эти я немножко не про это то есть они просто гонятся красота в них нету какого-то интересного взгляда здесь же я показываю авторов с интересным взглядом которые что-то свое сказали в пейзажи вообще классно там ведь и город сверху эту крыльевую это можно на всякие камчатки да подборки там есть русский но в целом я просто прав целом что у нас не так много каких невероятных мы не знаю но собственно вот кен на кино можно взять он минималист у него вот на пленочку он снимал но пленочка у него кстати 6 на 6 он снимал средний формат не гнался вот часто квадратные кадры 6 на 6 я вижу у него именно выбор вот много в азии времени провел потому что как минималист такие деревья ландшафт именно выбор выбор точки наш ничего лишнего и он тоже часто использует длинную выдержку чтобы устранить облака там воду сравнять получаются такие абсолютно вот такая вот вода ровная видите это она за счет длинной выдержки вот потрясающие книжки есть у меня несколько это очень ну кену я думаю все знаете но просто смотрите на минимализм него очень часто есть герой то есть герой конь дерева забор палки из воды у меня есть такой четкий до четкий герой да разные из людей от голоса есть интересный пейсаж и там притиск еще есть там один медведев или как вы зовут на фамиле смой ну просто невозможно всех показать мы выбираем тех кто скорее всего свой взгляд то есть вы те фамилии которые пишите в чате вы так сами знаете ну да посмотрите можете погуглить там за жесток российский окей вот тоже герой да несомненно ли существует и графика такая очень взяться вот этот наличие героя у кена есть герой считайте что снимает не пейзаж а портрет дерева так ставим лайки кто новый пришел вот ветка вообще ветка ответ вот тут немножко рейриха тоже ну вот эти вот тоже японская абсолютно композиция вот это короче кубле я не знаю как у близ или кубле читается очень петро и клаудио угли это такой какой-то здесь есть некоторая не знаю как сказать какая сказочность может быть даже метафизичность легкая давайте посмотрим вот это очень интересно в принципе сюжет и так но это классно это такая не знаю сказочность очень кстати высокий ключ я горит новинка два дня фигают пришел класс 1 на курсу у нас все очень интересно вот ну тут птицы летят тоже есть к это такое не знаю метафизика не объяснить словами но очень нравится эта работа не вроде и просты вот это такой герой дерево есть туман понятно на дерево под углом или это горизонт падает это вопросы такие возникают короче это очень необычно здесь как такое двойное дно какая-то своя метафизика который чувствует чувствовать и тут дождите нормально он похож на обмана тоже есть тут с водичкой это такой модный сейчас сюжет тоже на выдержке так подобранный чтобы чуть мылась отказали африканская история здесь герой цапля не все время все такой дымки все такое немножко постоянно немножко скользающая и вот это вот ускользание туманность на этот уход белый или в темный он нравится вот это наверное здесь есть такой главный момент но это немножко в другом стиле картинка такая но тоже вертили немножко такое инвертированное ощущение вот тоже опять свет уходят это кстати у тернера если мы вспомним живописи посмотрим у тернера часто уходит свет растворяется вот классно очень дерево это абсолютно китайский тоже пейзаж классический и такое видно на я помню показывать и ширмой из японии там вот такие сюжеты словно оттуда вода я бы красиво а тут такие вот огоньки или какие куда там куда-то дорожкой кто-то вот натыкал лампочку или может специально не знаю но тоже классные тоже все растворяется в дымке ну очень клевый такой вот сказочный метафизичный пейзаж именно тут растворение здесь является фирменной фишкой еще не всегда такой поймаешь но и опять рано надо вставать воздушность до невесомость вот тоже с птицей вообще шикарно вон световые эффекты вот такое мне такое верю не как там фотошоп был с лодочкой вот уже вода тоже ивазовский цапли то самый из китайских художников классический сюжет вот такой герой тогда это на короле каком-то там дерево или на чем-то в отлив это опять смотрите это же дерево в разное разных состояний кстати есть такой тоже в азиатской традиции там у них есть 7 видов на реки короче есть такое место куда вот должен должен приезжать разные времена года и делать определенные точки картины весной он должен там сделать осенью летом зимой вот и это интересная такая experience да ты рисуешь строго определенные точки определенную сторону смотришь как смотрели люди там пять веков назад здесь и в разные на годы вот делаешь она там видно там фудзи это ладно там есть вот на эту на на реке этого это 104 или 7 видов на реке такие такие в китае вот они все рисуют до сих пор есть художники многие молодые когда учатся ездить наш нарисовать эти виды вот тут тоже мы видим несколько видов на вот эту вот дерево совсем уже все сдалось постарело это но там она была 40 лет это 70 смотрите тут просто луна водой но как красивый опять такая вот эта дымка розовая зефирная теперь интересный прикол смотрите с алимену все знаете но знаете ли вы что она офигенный пейзажист мы узнаем больше за фотографию семьи об людей но она снимает очень интересные пейзажи пейзажи очень мистически используя как раз вот эту большую форматную камеру гармошку там стеклянные негативы или плать и вот и у нее есть целые проекты связанные с вот такими какими-то видами пейзажами и они тоже очень классно они такие вот мутные с засветками и это непонятные тоже сквозь сон полно очень здорово по ощущениям я был на выставке стать ее проекта в париже как-то давным-давно где не было ни одной фотки с людьми то есть у нее был проект весь состоящий из как раз локации пейзажа и вот с тех пор помнится что она может и в это не только людей но большинство знает салимена именно по людям а вот опять азиат настроение голоса да мы знаем косу да искал уже про косу я не понимаю эту тему почему когда вам показывают каких-то фотограф обязательно стремитесь назвать других фотограф причем как правило достаточно известных более известным вот ну да может быть похоже на монокль почему пресс это камера пейзаж не соответствует такой культуре цвета это это очень тесно вообще бы что просто в камеры кроме спокойный нейтральный они вообще никакой культуре не соответствует и как правило это особенно там sony тогда fuji это но очень такой разгон попсовый ну короче вообще все эти просто это жесть сам нормальный просто это низко контрастный нейтральный иногда в некоторых камерах портреты которые тоже стараются не разгонять цвета у меня же в сибаде вообще нет прессов там только один натуральный цвет мне это сейчас нравится это интересная идея а в лейке я стараюсь конечно никогда я не делаю разогнанные цвета практически стараюсь делать нейтральный цвет да усали виньетка тут чувствую тут вот края этих ну да чем-то на колосовом можно говорит что она похожа но это немножко другая техника у колосова там монокль а здесь просто форматная камера очень большая с этими можно данный пин-холл снимать круто пейзажи на пин-холл кстати очень красиво молодец пин-холл камеры дают есть скажу вам не дают определенную метафизику потому что во первых для пин-холла приходится делать очень длинную выдержку на этой длинной выдержки все конечно же во вторых пин-холл резкий одновременно не резко то есть у него как то есть одновременно резкости нет у него нет все рожка как таковой но у него какие-то объекты резки но все светится есть свечение вот это угол и в этом плане пин-холл дает очень интересный пейзаж но это не пин-холл внимание такие вот истории тут домики есть да это вот у меня есть стрим про тренды о том про натуральность дата то что вот эта безумная разгона цветов это уже не очень хорошо и наш натуральность гораздо круче вот тоже эти деревья с височками мы их сегодня встречали исполнить другого автора уже как здорово засветка сзади глух это засветка она вот я очень ценю у меня даже для лики есть объектив который дает такие засветки это старая оптика раньше она была несовершенна и вот этот контролл свет у нее такие засветки появлялись называется глоб и пейзажи это глоб может быть очень клево не взять от монокли это может быть просто винтажный объектив который дает вот такой углу травма свете ли еще что-то и такие бы тебе советские старые есть с такими эффектами ну и питер первую очередь но лучше еще более старый тут тут вполне возможно что какой-то объектив там начало грубо говоря 20 века ну и плюс еще можно по разному проявить напечатать еще испортить там что всякому эти пластины и все-таки у нее супер абстрактная уже работает как раз вот тоже написал как вы относитесь к тому что высшая степень пейзажа это абстракция может к вам смысл так есть чем дальше ты идешь в нее вот прям классно смотреть повреждения на на слое для на пластины есть но этом там свет красиво ну пицфальт такой резкий бывают разные объективы ну да старый объектив сквальт такой вот это для тех нужны баки вырви глаз вот это вот сзади где резко агрессивные баки ненавижу я люблю такой про все мягкой гелиус этот баки жутко в общем такая история теперь смотрите вот русский я просто их я не понял когда ли рассказала что есть русский автор я такой что какой русский автор потом до меня дошло ну да он просто не русским мировой он русский да все правильно это тарковский значит у тарковского есть полароиды и у него есть существенная часть офигенных пейзажей причем снятых вот вам пример вместо огромной какой-нибудь безумной камеры это прекрасный полароид с их 70 у меня такой же есть старый добрый у меня было 74 года производства то есть или 70 а конкретно моя модель 78 мой ровесник то есть вот мой ровесник 78 год ему как и мне 45 лет и вот эта камера она работает до сих пор очень хорошо и для нее даже производят сейчас кассеты опять стали производить вот и вот по снимал полароиды тарковский именно пейзажные мы здесь тоже вот увидим немножко азиатского ну у него интересно очень у этих полароидов вот есть полароиды более современные 600 серия особенно fuji instax вот но fuji instax него правильные цвета которые такие современные они не клювы контрастный правильный цвет яркий даже в сторону вот а вот именно эти с их 70 старые полароида них такой какой-то цвет все время то в синий уйдет ну в общем у них такой-то свои какие-то особые цвета кто выглядел кто видел тоже хельмут ньютон женщин снимал такие полароиды и вот это прикольно мне нравится именно с их 70 с его цветами что они до сих пор делают цветные пленки которые вот так же и выглядят все самое интересное свет там именно такой вот этим этом тоже очень интересная такая мутника до пейзажи родные у него разные он же в италии снимал и у нас не только у нас нет там не только подряд там не столько там не подготовки к фильмам он снимал для себя еще него такая манера как визуальные дневники записная книжка очень многие вещи которые снимал никак фильмах не отражались просто блоки это местах и снимал свои ощущения сейчас у него часто этот туман деревне такой его уже все является подготовкой к фильмам то есть смотрите это как я да то есть мы поехали с леру японию это посмотрела на эстетику а потом я что-нибудь сниму портретная на эту тему до этого там прямо в отеле снял то есть каком-то смысле все это есть готовка потому что это остается с тобой и ты это вот есть для себя раскрыл это визуальный язык возник резонанс какой-то эстетика из какой-то темы конкретно ты потом это в своих работах конечно можешь очень легко использовать потому что вот например я всегда говорил что человек вы просто пример человек который бывал в париже много раз всегда найдет неважно там сочи в москве в питере кафе столиком на улице который сделает там фотографии будут выглядеть как в париже потому что он там был у него есть experience он поймает этот вайп и найдет это может найти это здесь и который был в японии видел эту эстетику парков так далее он и здесь может найти подобные решения вещи может быть конечно не так это будет легко не так ну и всякие оговорки т.д.п. но в целом если в тебе и уже эту эстетику впитал ты понял ты увидел почувствовал снял она остается с тобой если есть вот эта эстетика вот туманной деревне собачкой там и лошадкой поутру который несомненно было у торковского то ты сможешь ее по-разному рожать в разных местах и и в италии вот я справа явно справа это в чистом виде тоскана какая-то или италия и в россии ты везде сможешь это найти показать вот ну в общем как видите оказывается торковский он пейзажист русский да действительно есть подборки русский человек вот но это не современный до резонирует человек который знает у него есть резон ну как ты например не знаю что музыканты песню какую-то слышал много раз ты можешь напеть да у тебя эта мелодия жизнь внутри чем больше слушала тем лучше напоешь меньше с большими хироши суги мото мы о нем говорили и он снимает разные вещи например у него есть пейзажи с молнией то есть опять же да если можно снимать волны то почему я снимать молнии природные эффекты это на очень длинный выдержкам снимает и молнии там проявляются дождь летит это вот полоски это воды летит дождь бьют молнии очень длинная выдержка может там несколько часов вот и не по ним очень любим мы там лезли туда какой там пятый шестой раз я же что есть мой или 1 5 6 не помню мы любим катаемся еще поедем осенью наверное ну и пони клево это интересно сказать может как нет расскажу потом вот и сегодня показал часть заметок так сказать путевых и каких-то открыть вот и у меня кстати подписывайтесь на собственно telegram там из японии выкладывал разные вещи это раз вот всякая там выкладывал как раз по путешествиях а также обязательно вот леры instagram подпишитесь вот арт-объектом называется здесь есть арт-объект двумя т.р. ну в инстаграме просто ник арт слит на об джект 2t вот вот этот арт-объект подпишитесь там у нее stories из японии там из музеев с улицы очень интересное с впечатлением посмотрите там и stories из японии вот как целый экскурсия будет там много интересных так что обязательно в инстаграме арт-объект подписываемся на лерин аккаунт мы у меня пока нет моего аккаунта инстаграме так что все в лере нам читать он наш общий и там вот у нее из японии stories очень клевые сохранены вам будет интересно посмотрите обязательно если напишу даже как это как этот аккаунт пишется чтобы не ошиблись вот арт-объект вот так хорошо вот возвращаемся к этой по это кстати хироши суги мото что интересный архитектор японский интересные мы видели его в частности он делает там это дома и так далее есть хобби фотографировать и вот он снимал молнии он снимал пейзажи какие-то безумные он снимал вот это это диаграмма музея то есть смотрите это натюрмор это пейзаж потому что они живые птицы это диаграмма то есть это чучело снимал целую серию с этими чучелами это очень интересно кстати необычно посмотреть но самое клевое вот это вот эти вот молнии ночью там у него большая очень серия дождем совсем пейзаж молнии и у него очень клевая тоже есть история это вот просто вода на очень длинные выдержки в тумане там просто там ничего нет это ведь это вода и все супер такой минимализм разное время с разными атмосферными эффектами и это тоже очень классно такой супер минималистичный пейзаж он здесь даже минималистичный майкл кена да вот в общем офигенно тут но чуть-чуть на очень длинные выдержки снимает там как накапливает собирается вот вот такие есть вещи ну это понятно что не на длинные вот это на длинные выдержки вот это не на длинные но все равно главное что вот разные это тоже но очень длинные вот выдержки разные здесь но как бы я просто протопа такие эффект как просто вот море и горизонт не резкий вариант из вообще без резкости ничего не резко вот это очень круто окей да черное море 2 это не черное там японское море красное или как вы теперь смотрите да ставим кстати лайки не забываем кто на обешал значит билл хэнсон он снимает очень скользающий свет то есть такие вот последние какие-то вот солнце вылетают есть такие вот прямо все время это сумерки ничего толком не видно очень классные работы они тоже несут такую метафизику за счет этого это именно игра вот игра света на облаках вообще в принципе давай так угрызмает облака в первую облака облака это его фишка но там есть и пейзаж но самое главное вот облака и вот игра такая святотень на облаках это да это похоже пленка да у там хироши лера показывает что хироши сугимота снял еще эту церковь в которой мы были у него интересный получился вариант такой тоже снял нерезко вот у них такой стиль снимает все нерезко все нерезко но потом найдете эту фотку нам просто все нерезко вот размыто очень интересно еще и метафизическое дает окей это с водопада здесь свет на воде скорее чем мы тут тоже вот свет на горе за счет он такие эффекты какие-то скользающие эффекты света ловит и у него это просто потрясающе получается ну судя по всему эта пленка мне кажется эта пленка давайте скажу это пленка эта пленка эта пленка 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 не знаю но скорее всего пленка вот этот пленка точно а это пленка пожалуй вот такие дела а ну и собственно говоря мы с вами сегодня говорили о рерихе поэтому вот такой натаниэль вайс посмотрите это вам рериха просто невероятные цвета не знаю если здесь photoshop или просто баланс белого скрутили вообще при таком пылающих небесах можно скрутить баланс белого но это не суть здесь это уместно и красиво это прямо рериховские ощущения действительно переданы только фотографии посмотрите . тут и компрессия я говорю про все эти эффекты большое маленькая грамма штабов компрессия здесь очень длинный объектив который сжимает горы друг с другом вот луну делает большой такая большая луна это миллиметров 600 надо потому что 800 у меня потерял вы штука верни фокус фокус верни а какие глюки иногда у камня случаются он реально берет и теряет фокус а теперь поймал окей в общем вот посмотрите это вам прямо рериха их да очень интересный вопрос цветами печатать такие ну как бы вот это может не так сложно печатать как кажется они совершенно контрастно нет ручная печать или около того я думаю да тут убирают раз такой не автоматически вот здесь же вот такие вот работы печатать сложно потому что очень пастельные тона неплохо все на бумаге выглядит но если с умом можно лишь ну просто супер вот это прям рериховский смотрите какие разные цвета сколько оттенков закатов и восходов может быть тут балансом белого можно поиграть туда-сюда вот есть маленький человечек и там не маски там не каменью по массовых масок там просто контраст там именно эти пятна света не из жизни в общем вот такая красота пищи но это вот рерих привет даже вот видите даже в мексике сама рерих будет ну и последнее это такой dark sebo значит смотрите что это такое это как раз пример очень характерных пейзажи в любом стиле такой мрачная готика на такой дес металл не знаю как сказать такой стиль прямо и такой супер мрачной готики очень выдержанно тут нужен туман нужен лес но в первую очередь нужно экспозицию в минус все графично было и соответствующие настроение человек стебает здесь вот это можно в любом лесу такое снять у нас тоже в россии много где конечно очень именно настроение амбьянцы если это еще потом напечатать на какой-нибудь металлик бумаги огромном размера или что не такое и вообще на металле напечатать просто протравить до дес металл в общем вот такой темная пейзажа с темным настроением видите можно делать и настроение в пейзаже вода депрессив металл ну что-то такое вы поняли мою аналогию просто чтобы вы знали что бывает и такой вот пожалуйста иди в лес рядом своим городом и снимайся на весь или сумерки да вот спасибо всем кто пришел значит подписывайтесь на мой канал если хотите эту презентацию она офигенная до приходите на курс вот кто пойдет ближайший курс называется идея до съемки вот его лендинг там все написано что как соответственно я скину в чат ссылку внизу тоже она будет кто придет на курс получит эту огромную презентацию еще несколько других которые тоже будут за эти дни до начала курса да он получит их личный кабинет там при начале курса там есть что посмотреть разглядеть приблизиться это здорово до обновь приподнял вот значит курс называется кто спрашивал к идее до съемки стартует он 15 мая все в моем стиле то есть два классных месяцев селекции в живую не какие-то записи а в живую лекции живой обратной связи там реагирует отвечаю на ваши вопросы темы такие как придумывать интересные идеи для съемок как стилизовать и подготавливать эти съемки как их снимать и как подать оформить результат то есть продакшен съемок от идеи до результата все целиком пройдем разберемся в чем редкие здесь случае да и иду пишите кто идет там классно редкий случай на действительно учу придумывать то есть творческие механики как придумать интересный сюжет и фишки кадры серии вот это все мы будем разбирать как это сделать все не позорно а качественно и как сказать стильно на стилизовать со вкусом тоже будет до иду лучшие курсы вот согласен с вверх окей значит соответственно приходите пока цена не поднялась во первых потом поднимется ближе к началу во вторых получите бонусом презентухи всякие интересные когда следующий эфир ну не знаю через недельку посмотрим как у меня будет настроение вдохновения там и будет следующий эфир вот и напишите да вот еще хотел сказать если какие-то вопросы задавайте иду еще подпиши знать чтобы не пропустить подпишись на телеграм-канал вот этот или грамме фото медведи в этом телеграм-канале там собственно говоря все всегда есть анонс и ты не пропустишь не пропустишь анонс вот видишь пейзаж и фотографии вот так же там есть интересное обсуждение многое комментариев и вот я выкладываю всякое разное происходит окей начались вопросы потому что сегодня рассказал задавайте я пока подытожу главную мысль да моя мысль такая пейзаж это и самостоятельный жанр он очень интересный разнообразный пейзажи может быть все что угодно то есть мы смотрели именно расширили свои границы да очень разные виды пейзажей вдохновились и так далее и он может быть классным инструментом даже если вы не пейзажный потому что как снимаете людей вопрос что там сзади кого снимаете предмет на просто там сзади вопрос задника и хорошее умение работать с задником то есть работать с пейзажем ласкейпом городским пейзажем там интерьером это очень важно и круто поэтому развивайтесь в этой области просвещаетесь смотрите кто что снимает вот вдохновляйтесь крутыми авторами да вы сможете это использовать потом своих проектах своих идеях и сомненно в том числе и для съемки людей или какой-то даже коммерции в этом мысль видите подборка сегодня такая необычная очень разносторонняя ну в этом была идея основная показать вам что пейзаж многолик и гораздо интереснее и сложнее чем вы привыкли думать и видеть вот доставьте лайки еще сразу хочу сказать что не будет очень приятно если вы ссылку на это видео разместить у себя в соцсетях или куда-нибудь в чат и фотограф что все посмотрели что это полезно и круто особенно если кто пейзажем увлекается это будет для них свежий необычный взгляд вот этот курс прекрасен согласен спасибо он замечательный жду всех лучше что может с вами случиться этой весной это этот курс идите обязательно не сомневайтесь мы скоро опубликуем вот я даже я просто почитаю сейчас смотрите вот сейчас курс заканчивается предыдущий и вот что пишут люди смотрите да что пишут поздравляем с окончанием курса вот мы окрасом закончился вот что пишут люди начали писать свои отзывы смотрите отзывы просто давайте почитаем для себя открыл много нового снимаю видео 17 лет вот от случаях случаю курс открыл столько грани этого мира я живу вообще сколько я еще не знаю эти люди с большим опытом и все равно открывает для себя что-то новое вот начинаю смотреть уже по третьему кругу уроки все равно что-то новое черпаю очень грамотное изложение содержательном смысле и очередности тем низкий поклон всей команде много нового вынес для себя на этом курсе каждый раз просматриваешь лекции находишь что-то новое дружный чат вот очень хороший курс нам много нового всех аспектов а это ведь был курс про базовые вещи для фотографа казалось бы да но есть люди с там с 13 стажем которые находятся что-то новое спасибо замечательные месяцы творчество да ну там кстати классно там попала марина журнал сразу автоматически с работами с курса с то что делала на свою работу у нее сразу там публиковали вот это очень хорошая была история просто потрясающий помню свои сомнения на вводном занятии реально ли пройти все заявленные темы за два с половиной месяца про мы смотрели курсовые работы это просто какой-то не невероятный рост у каждого мы действительно вчера смотрели курсовые работы или позавчера позавчера вот и действительно а вчера до вчера мы подводили итоги курсовых и действительно людей виден рост прямо сразу то есть за два месяца курса люди изменились и это виден рост вот вот и ирина она за деньги снимает персонал пишет я в шоке как такое вообще возможно такое короткое время я сама коммерческий фотограф уже много где обучалась но такого не видела терпение подробный разбор каждой работы основа которых почему-то никто не говорит а я люблю основы и классику вот я даю базу всегда хорошую который не хватает которые все почему-то упускают задание для работки каждой темы многоуровневые заставляют тестирует границы камеры прыгать выше головы уже в процессе курса изменила подход подготовки линской съемки курса купился 1 съемка я прокачался не только как поток но и как личность какие талантливые ребята и талантливейшие учились вместе со мной теплая дружная атмосфера в чате вот невероятная поддержка больше спасибо александр вот видите короче я не вру это круто мы потом возьмем эти возьмем возьмем отзывы разные у нас очень много всегда это вот только свежие вчера вечером только закончился сегодня вот я публиковал ребята начали писать отзывы вот смотрите это честно без каких-то тех кто прошел предыдущий курс вот вчера да поэтому приходите следующий будет не менее прекрасен даже более прекрасен и он чем еще его пространство он реально творческий то есть этот курс был основные инструменты цветом композиция позирование а следующий будет про реально творческий вопрос как придумать классную съемку какой подготовить и снять вы научитесь делать проекты такого уровня такие как бы съемки которые раньше не делали которые будут и классно профессионально смотреться и будут интересно вызывать интерес будет интересно и содержать не так как раньше вот это сообщество на самое лучшее это правда там очень теплое общение идет эти где болталка у нас там есть такой чат общаются постоянно вот там здорово так что залетайте к нам нашу теплую компанию приходите стать интересным я говорил об этом да что удивительно везде очень токсичные чат и токсичное общение люди друг другу агрессивны негативные так далее очень тяжело найти поддержку или понимание если делать необычно или только начинаете да а вот у нас не так у нас вот как-то прям удивительно прям как-то удивительно вообще хорошо у нас с этим вот люди там при зажина присылали вот то есть все друг с другом общаются вот как раз марина красовская говорит зашел немецкому дихазит есть такой дихазит журнал с фотографии интересные вот ее из из курсовой работы уже картинка туда пошла вот ну в общем здесь все здорово и хорошо нигде нету такой атмосферы поддержки и общения как у нас на курсе внутри начать то есть есть куча чатов фотограф куча я видел огромное количество заходил но везде там в итоге кислота меряне пипирками попытки друг друга с их девальвировать вот это вот все ну и сами все это знаете постоянные бесконечные вот эти вот у меня фотик лучше у меня хуже там чего как вот здесь же все по делу и совсем дорогой ну смотря что понимать под дорогим давай посмотрим значит вот смотри вот тут посылки внизу ссылка на курс и обчатки говоришь надо брать вот а3 стоит 44 900 но у нас все говоришь хочу этот тариф пишешь здесь свои данные имя фамилию телефон вот ух ты еще скидка это видимо моя вот нажимаешь я участвую и оказывается что можно заплатить просто 4900 рублей остальное у нас есть рассрочка уже спокойно не торопясь частями выплатить потому что курс до курса еще почти два месяца курс идет два месяца вот можно за полгодика спокойно все выплатить соответственно это будет немного и не бешено даже не заметишь ну там пару раз макдональдс не сходить вот результаты они в принципе сразу есть и коммерческий фотограф то ребята которые снимают коммерческие у них сразу появляется отдача потому что они работы выкладывают интересные появляются новые заказы по мотивам этих работ необычных заданий и еще они просто для себя находят какие-то новые подходы и возможности чтобы и стоимость повысить и количество съемок увеличить коммерчески так что рекомендую она как правило купается вот так что так поэтому нажми введи правильные данные дальше мы с тобой свяжемся все там делаем можно принц просто забронировать место потому что потом цена поднимется это сейчас она такая начало будет больше вот вот мне говорят любитель с 2003 года во сколько времени прошел первый курс и только здесь научился снимать людей но зато тебя снимаешь людей круто очень теплая атмосфера на курсе много инфы много практики идите не пожалеете в общем поэтому не знаю что понимать под словом дорогой или нет но он очень большой то есть он по длине по своей ок ну курс вузе годовой то есть 70 лишних часов информации там есть кучей дополнительных материалов основной лекции там 8 лекций по три часа которые все читают живую там 8 обратных связей по три часа которые я два-три часа тоже живую провожу они записи да то есть одно это вот умножь 8 на 3 плюс 8 на 3 это уже такая часовка как семестр вузе дальше есть всякие дополнительные материалы огромное количество дается видео там разные темы раскрывают и так далее есть всякие подборки всякие еще штуки ну там много всего общения в чате конечно вот и все это остается с тобой на несколько лет ты можешь смотреть пересматривать там подробности вникать там и так далее а еще у нас очень круто у нас домашки можно делать любом порядке любое количество раз и даже как курс закончился у тебя есть еще два месяца доделывать и переделывать даже ты не успел сам курс идет до месяца на что не успел вот ты можешь еще доделать домашки что-то смотреть там и так далее у нас нет как у других типа не успел гидлайн до свидания один раз сделал домашку все пожалуйста хочешь переделать посмотрел обратную связь узнал что-то новое посмотрел на работу других ребят вы видите домашние работы друг друга я делаю подборки самых интересных домашек разнообразных на каждой обратной связи очень здорово устроены обратной связи они такие же большие по времени как курс столько же времени уделяется обратной связи разбору работы и ответу на вопрос и соответственно получается такая история что когда ты домашку сделал потом смотрю как сделали другие обратную связь понял что можно было лучше муж и переделать мы ее опять проверим вот так не делает а мы мы добиваемся результата чтобы человек действительно вот как написала девушка что удивительный прогресс у людей за два месяца вот потому что так потому что очень много сил и внимания тратится на задание обратной связи и можно их переделывать как люди растут вот поэтому я считаю что эта цена она очень хорошая за большую грубо говоря сейчас все курс стоит примерно столько же вот он тебе дают там 8 лекций по 30 минут записанных заранее то есть какое-то вообще несравнимое несколько обратных связей маленьких куцах и все и в лучшем случае куратор тебе что-то напишет лично и все вот и это совершенно несравнимо а здесь конечно очень подробно это большой как хороший вузовский курс нас вот смотри какие будут темы да значит водное занятие будет как устроена производство творческого продукта кстати подходит и для не только для фотографий видео учатся ребята идеи как ее придумать содержание проект вашей съемки стилизации вкус подготовка к съемке организация как эффективно проводить съемку тут я кстати я человек который провел многие-многие тысячи съемок в том числе коммерческих многие тысячи сда за 27 лет и занимаюсь фотографии и когда в свое время там снимал у меня там на 800 свадьб тысячи с лишним love story культу порядка тысячи портретных съемок ну то есть только все было сделано вот коммерческого и соответственно вот весь этот опыт я суммировал и я рассказываю как эффективно проводить съемку как готовиться к ней с учетом там очень много нюансов тонкости это вам сэкономит огромное количество то есть спасет вас от огромного количества ошибок с команд огромное количество времени и у вас получится без нервов без психования вот хороший твердо уверенный в себе результат за меньшее время и меньшее силы это я очень здорово тоже рассказываю рассказываю раскрываюсь именно опыт так что оставьте заявку вот дату чате и ссылочка оставьте заявку мы с вами свяжемся и обговорим удобную рассрочку вам подберем вот как подавать результаты будет еще специальная лекция секретная в общем но увидите вот так так что смотрите здесь 16 трансляции получается 8 лекций и 8 обратных связей окей вот тут написано записи всех занятий обратных связей у вас тут есть сможешь смотреть прям в эфире можно записи конспекты подборки риф там кучу материалов я даю презентация даю подборки разные много дополнительных видео очень много еще больше чем объем курса вот все это по темам связано то есть грубо говоря ты посмотрел лекцию на курсе есть хочешь еще подробнее тем раскрыть и бьет несколько видео на такую 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 под тем вот доступ 2 года практика на видео с нет а то есть есть показывается на практиках я делаю там готовлюсь тем и и делают далее вот постоянно работающий чат где действительно лично отвечаю на вопросы ну и болтал вот в общем все очень хорошо все здорово иди вот бери этот тариф научиться он самый классный и поверь мне просто будешь платить там 5-6 месяцев понемножку не заметишь результат будет сразу лучше на что можно потратить время фотографу и силы это вот на этот курс чтобы действительно получить отдачу мгновенно нанимается много лет наступая на грабли и плутая в потемках все дорогие мои надеюсь вам понравилось увидимся на курсе приходите обязательно через грудь не пожалеете посмотрите отзывы людей которые были никто не жалеет все в восторге и получили больше чем ожидали вот поэтому и вам рекомендую сходить причем что новички что люди которых там штаж 15 лет все равно находят для себя много нового и полезного и это очень многоуровнево и хорошо построено вот да вместо ненужного объектива идите на курс согласен или продайте диван все всех обнял подписывайтесь на канал еще будут стримы интересны вот а презентацию этого стрима на курсе я дам чтобы могли полистать ознакомиться подробнее пока пока до дача в сто раз лучше объектива но мы это уже выяснили самое главное это не на что вы снимаете что у вас тут вот все всех обнял а короче пейзаж это круто и как ни странно мне пейзаж очень интересен я с ним работаю пускай опосредованно вот что я хотел вам рассказать а еще оказывается пейзаж это очень разнообразно бывают разные необычные формы пейзаж вы можете себе придумать и найти какую-то необычную и тем самым прославиться и привлечь к себе внимание вот огонь все всех люблю давайте тоже сердечки сердечко надо запулить мне где у меня тут сердечко вот такой ура все спасибо большое и вам вам тоже что пришли ссылки везде распространяйте пока пока всех обнял